Открутил крышечку, что он делал, я не знаю, и в оконцовке вот так вот у нас получилось. Конфликт с бывшей управляющей компанией, который в итоге довел жителей многоэтажки на улице Шверника до суда, начался с визита сотрудника этой самой компании. Он пришел проверить счетчик на электричество. Владимир Килюшек рассказывает, электрик попросил его принести инструкцию к прибору учета. Когда я к нему подошел, он сказал, что пломбы нет. Он сказал, что надо обратиться в управляющую компанию, а пломбирует счетчик. Управляющая пришла через неделю, а по разговору не было ни о чем. Они опломбировали, и через 4 месяца я получил по почте акт о безучетном потреблении электроэнергии на сумму 68 тысяч. Евгения Кустова оказалась в похожей ситуации. Рассказывает, однажды к ней заглянул электрик. Человек устал, не очень хорошо, он попросил воды, я, естественно, не могла ему отказать. Вернулась, а у меня уже оказываются проблемы. Причем, какие проблемы, не было сказано. Открытый счетчик. И мне говорят, что вот, давайте-ка вы заплатите мне энную сумму денег. И никто о них не узнает. По словам Евгении Кустовой, решить проблему на месте ей предложили за 20 тысяч рублей. Женщина отказалась. А спустя 4 месяца получила иск от управляющей компании на сумму в 3 раза большую. Сейчас жители сотрудничают с другой коммунальной компанией. Сам сервис «Волга» сменила вертикаль в июле. Жители уверяют, задолженности перед ресурсоснабжающей организацией не имеют. За свет исправно платят. И претензии со стороны управляющей компании «Вертикаль» считают необоснованными. Представители этой конторы общаться с журналистами категорически отказываются. Комментарии по этому вопросу давать не будут. У нас дела в суде. Вот как в суде, пожалуйста, приходите, слушайте в суде комментарии. Чтобы не пришлось платить по счетам, которые вызывают сомнения, эксперты советуют присутствовать при осмотрах приборов учета. И все коммунальные проблемы, которые обнаружат специалисты, решать здесь и сейчас. И требовать документы у тех, кого впускают в дом. У него должно быть удостоверение, что он трудится в этой управляющей компании, электрик такой-то, такой-то. Сразу же посмотреть этот прибор, зафиксировать состояние пломб. Если они сорваны, то тогда составить акт. Жители заявляют, платить за чужую непорядочность не собираются. За свои права борются в суде. Одно дело уже выиграли. Алина Чемерис, Максим Гусев, Константин Головин. События.